Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизнь и это продолжение нашей рубрики Российская премьер-лига в Лиге Чемпионов. В предыдущем ролике мы стартовали именно с Зенита. Уже многие, наверное, надоел Зенит, но не переживайте. После того, как мы закончим Лигу Чемпионов за Зенит, мы начнем либо за Краснодар, либо за Локомотив. Обязательно напишите, за кого начали. Первее, так сказать. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам сказать о том, что на моем канале вышел очередной выпуск про ВДВ пенальти, поэтому обязательно зайдите, посмотрите, прокомментируйте, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Ну и также, кто любит играть в абсолютно разные игры, не только в футбольные, у меня есть второй игровой канал. Ссылочка на него есть в описании. Давайте добьем там 30 подписчиков, мне будет очень приятно. Всех там буду рад видеть. Ну а мы сегодня начинаем. У нас игра против Зенита. Зенит против Дортмундской Баруси. Составы абсолютно замечательные, как вы видите. Стартовый даже состав у Дортмундской Баруси. Ну и давайте мы сейчас смотрим, кто готов, кто не готов, естественно, к этому матчу. Ну и, естественно, вместо Лунева у нас, как мы видим, будет играть Михаил Киржаков с фотографией Кругового. Слева у нас будет играть вместо Дугласа Сантоса Журков. Вместо Ракицкого мы выпустим Прохина. Хотя нет, у нас он даже Чистяков есть. Потом мы лучше Чистякова поставим. Так, ну и все вроде. Молодежку мы не будем здесь даже затрагивать. Вот таким составом мы выходим на домашнюю игру против Санкт... Да, опять вот я угадаю, что против Зенита нет. Против Дортмундской Баруси мы, естественно, выходим. С Михаилом Киржаковым на воротах. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит принимает Дортмундскую Барусию. Это второй тур Лиги Чемпионов. Зенит в первом проиграл со счетом 1-0 на выезде Брюги. Поэтому посмотрим, как мы сегодня отыграем. Именно Барусия и Зенит как бы были главными фаворитами на выход из этой группы. Но в реальной жизни Зенит вылетел абсолютно. Там даже Брюги попали в Лигу Европы. Ну а Лацио и Дортмундская Барусия вышли в плей-офф. Подает Марко Ройс. Причем мы видим, что... Спокойно Киржаков в фаву. Мы видим, что Дортмундская Барусия от обороны начинает эту игру. Посмотрим, что из этого выйдет. Жирков. Ой-ой-ой, а вот это был очень опасный момент. Почти забил Дортмунд. И все. Заканчивается у нас первый матч. Первый тайм. Играем мы пока что в ничью. 0-0. И очень опасный удар от Эрлинга Холланда. Чуть попозже, наверное, в два нападающих я даже буду уходить. Пошла подача на Эрлинга Холланда, но сброс. И не пропускает Киржаков. Отлично. Здесь Джан вроде пробивал сейчас. Малкам на Артема. Дриуси. И... Очень был сейчас опасный момент. А, первый опасный удар. И именно Дриуси его нанес. Давайте Сутармина сейчас мы выпустим. Азмун. Сутармин. И Сутармин не забил, а? Азмун. Развернулся. И Дриуси. Нет, вы просто посмотрите. Сейчас даже из пустых ворот. Пищик вроде, да, выносит. Но минимальная игра. 0-0. Минимальные шансы у нас были. На самом деле мы ими воспользовались. Даже владение почти 60%. По ударам и даже больше по пасам. Поэтому все замечательно. Бюрки игрок матча. Семеновим у него оценка. Ну и Киржаков неплохо тоже отыграл. Вот мы видим, что Чистяков 4.5 оценку получил. Но это было немножко даже ожидаемо. Так, как там Лацу отыграли с Брюги. Лацу вынесли с Брюги со счетом 2-0. Но мы все равно на последней строчке. Нам надо пытаться как-то вот... Либо с Лацу играть в ничью сейчас и обыграть потом пытаться Брюги. Как-то так, наверное. Такой вот будет у нас план действий. Ну а на этом все. Ребят, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизбенов Тридж. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok